Его называют гением, лицом эпохи, сравнивают с железным человеком Тони Старка. По каким правилам живет тот, чья цель сделать человечество межпланетным видом? Илон Маск – один из самых необычных и прогрессивно мыслящих предпринимателей нашего времени. Он основал три компании, стоимость которых достигла миллиарды долларов. Каждый его проект становится новым словом в технологиях, будь то электромобили Тесла, сверхбыстрые поезда Hyperloop или программа полета на Марс. В апреле 2016 года его компания SpaceX сделала еще один шаг вперед – посадила многоразовую ракету на плавучую платформу в океане. При этом Илон Маск не похож на многих других бизнесменов-миллиардеров. Кажется, его совершенно не интересует бытовой комфорт. Он не гонится за прибылью и даже готов делиться разработками с другими энтузиастами. Он постоянно повторяет, что его интерес не бизнес, а стремление к глобальной цели – вывести человечество на новый уровень. В своих достижениях Илон Маск меньше всего опирался на то, что имел. Напротив, его открытость и готовность постоянно отвергать проторенные пути ради новых возможностей сделали его тем, кем он есть. Вот несколько уроков, которые мы можем почерпнуть из его опыта. Урок первый. Просите других критиковать вас. Именно так. Не ждите, пока кто-нибудь укажет на ваши ошибки. Просите об этом сами. Одна из главных ошибок, характерных для людей с фиксированным мышлением – неприятие критики. Илон Маск осознал это очень рано. Когда друзья пробуют мой новый продукт, я прошу их, пожалуйста, не говорите о том, что вам в нем понравилось. Лучше скажите, что не так, говорит предприниматель. Мне приходилось спросить их об этом несколько раз, но это стоило того. Выслушивать критику трудно, но это необходимо, чтобы двигаться дальше. Отнеситесь к этому как к упражнению. Поначалу это тяжело, но в результате вы станете здоровее и крепче. Если комплименты оставляют нас довольными собой, критика подталкивает к изменениям. Урок второй. Ставьте под сомнение то, что вообще известно. Эйнштейн говорил, вы не можете решить задачу на том уровне, на котором она была поставлена. Илон Маск бы с этим согласился. Когда он взялся за производство электромобилей, ему возражали. Аккумуляторы всегда будут дорогими. Они требуют слишком много затрат на изготовление. Но Маск обнаружил, что если не брать готовые модели, а построить собственные с нуля, цена упадет в разы. Большинство из нас не совершает революционные открытия в сфере энергопотребления. Но каждый может действовать по той же схеме. Если что-то не получается, нужно не бояться ставить под сомнение принятые способы решения и создавать свои. Урок третий. Концентрируйтесь на сигнале. Игнорируйте шум. Чтобы добиться успеха, важно знать, на чем сосредоточить усилия. Но не менее важно понимать, что не заслуживает ваше внимание тот самый шум, который отвлекает вас от главного. Многие компании вкладывают больше денег в продвижение продукта, чем в разработку. Илон Маск делает наоборот. Минимум затрат на маркетинг, но зато на выходе качественный продукт, который говорит сам за себя. В Тесла мы не тратим денег на рекламу, говорит он. Мы направляем их на инженерные работы, дизайн, производство, чтобы сделать автомобиль настолько совершенным, насколько это возможно. Решая, как потратить деньги, мы прежде всего думаем о том, как это может улучшить продукт. Урок 4. Включите в план возможность провала. Страх допустить ошибку губит наши шансы на успех. Мы не участвуем в конкурсе на место в компании мечты, потому что заранее уверены, что не пройдем. Мы не решаемся подойти к симпатичному незнакомцу или незнакомке на вечеринке. Вдруг нас отошьют. Все это обычные жизненные ситуации. Но если вы планируете отправить экспедицию на Марс, предусмотреть возможность неудачи особенно важно. Илон Маск хорошо понимал это. Если нам не удастся запустить ракету SpaceX в том времени, как мы потратим 100 миллионов долларов, мы отменим план. Этих денег хватит на три попытки. Что произошло в итоге? Первая попытка – провал. Потрачено 30 миллионов долларов. Вторая попытка – провал. И потрачено 60 миллионов долларов. И только третья попытка была успешной. Но Маск не сдавался именно потому, что у него был план. План – это контроль. Если вы контролируете риски, вы не даете им остановить себя. Урок пятый. Подготовьте себя к худшему. Тревоги и страхи съедают наши силы. Вместо того, чтобы отгонять их, повернитесь к ним лицом. Представьте самое худшее, что может произойти. И спросите себя, что вы чувствуете по этому поводу. У вас хватит сил перенести это? Если ответ – да, вы можете начать действовать. Когда Илон Маск решил, что хочет быть предпринимателем, он поставил опыт. Сможет ли прожить на 1 доллар в день? Действительно, в течение месяца он питался в основном хот-догами и апельсинами. Но результат того стоил. После этого я подумал. Но по крайней мере на еду долларов в день не хватит. А 30 долларов в месяц я уж точно заработаю. Так что бояться нечего. Признается он. Маск сделал это не потому, что был отчаянно беден. Он хотел подготовить себя к провалу и потере сбережений. Экспериментируя с худшим сценарием, он понял, что способен перенести его. И таким образом подготовил себя к риску, связанному с предпринимательством. Урок 6. Думайте о том, что важно для всех. Настоящие прорывы происходят тогда, когда люди выходят за пределы своих потребностей и держат в голове сверхидею. Нечто важное для всех. Илон Маск не спрашивал себя, как мне лучше заработать. Вместо этого, покинув свою компанию PayPal, он решил заняться проблемами, которые повлияют на будущее человечества. Если вы внимательно посмотрите интервью с Маском, вы заметите одну вещь. Он никогда не говорит о прибыли. Если это проект SpaceX, он хочет дать людям возможность покорить другие планеты. Если Tesla, сделать транспорт безопасным для экологии. Он всегда занимается проблемами, которые улучшают не только его жизнь, но и жизнь всех людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok